Девушки отдыхают Просто тебе надо тилаку нарисовать Что? Тилака — это чакра аджна Это третий глаз, вот здесь Он помогает человеку видеть истину Рисуй с вами, рисуй Я хочу третий глаз, я хочу узнать истину Я уже близка к ней Сейчас Сейчас Вот Вот Теперь ты все поймешь А теперь Открой глаза И воспринимай этот мир таким Какой он есть Он намо живая Я вижу Я все вижу Я прозрела с вами А раньше Раньше женщины тилаку рисовали Пеплом Сожженного Коровьего навоза Да Ну если для третьего глаза Лучше навоз То я готова И И Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Три дня как в трауре ходит Замуж ей надо срочно Выйдет замуж, пойдут дети Грустить некогда будет Так-то оно так Да только дети-то не сразу пойдут А Дианке диплом еще нужно получить Диплом сейчас не проблема Его в метро можно купить, какой угодно Хоть серебряный, хоть золотой Хоть мгимо Купить уже пробовали, помнишь? Тем более зачем покупать, когда можно даром взять? Пусть учится, Халил А то, что грустно ходит, так это у девушек быстро, сам знаешь Сегодня слезы льет, а завтра уже смеяться будет Я считаю, Диане нужно закончить учебу Чему тут девушку научить можно? С чужими парнями обжиматься? Ты посмотри, что вокруг творится Куда мир катится Дианка, честно, к ней грязь не лепнет Я с ней ходил в университет, знаешь, что говорю Неспокойно мне Чует мое сердце беду Знаешь, да? Клопуч опять назнательную репетицию на сегодня Ну, бред какой Ну, какие мы с тобой Казаки, я вообще петь люблю А Личин уже отказался Он сказал, что хоровое пение Не в традиции китайского народа Слушай, нам надо тоже что-нибудь такое придумать Наподобие, чтобы не петь Легчно, хорошо, он живет в другой комнате А нам с этим рыжим чертом еще Детей крестить Да, господин Сугубов Ну, что вы Не беспокойтесь, мои орлы и мухи не обидят Так Угу Угу Да нет, что вы, комар носу не подточат Молчаливая вспышка толпы Флэш-моб Да Хорошо Слово патриота Значит так, начало завтра в три Ясно, начнем Форма одежды номер один Ясно, оформим Чтобы у всех участников акции были повязки Сделаем, то есть это, повяжем Чтоб все было разыграно, как по нотам Сыграем, то есть это, организуем Чтоб комар носу не подточил Не подточил, то есть это Понимаешь, когда я нервничаю, меня насадка и тянет А меня на мужиков Угу Ты скажи лучше, когда тебя на них не тянет Ой, Симонка Что мне делать, а? Не любит меня Костю Не нужна ей Вот, собственно говоря И зачем я лучшую подругу потеряла Я же не слепая Я все вижу Думают он о ней Да ладно Мужики думают Только о сексе Самое главное Оказаться в нужном месте В нужное время Ну и желательно, конечно Наедине Ну, не знаю Вот в прошлый раз Чего ты растерялась? Придется теперь опять тебе помогать Думай, Симона, думай Как помогать? Ну? Как опять помогать? То есть ты хочешь сказать Что в прошлый раз, когда ты нас заперла с Костиком Это ты все нарочно подстроила? Я ничего не хочу сказать Так хочешь, не хочешь, Симона Быстро мне все рассказывай Я поговорить с вами хотела Вернее, сообщить вам о своем решении Я долго думала и поняла, что Ты, Халил, был прав Не стоит откладывать свадьбу Из-за диплома, который никому не нужен Как это никому не нужен? Ты что такое говоришь? Он отцу нашим нужен Жениху твоему нужен Будущим детям твоим нужен Ты что такое говоришь, сестра? Это не шутки, это преданное твое Ах, отцу нужен? Да Мужу нужен? Да Будущим детям нужен? Да Да сейчас это диплом можно в любом переходе метро купить Все равно по специальности работать не буду Так что завтра же Завтра же иду и забираю документы Я прошу вас немедленно отвезти меня домой Пожалуйста, Халил Нет проблем, сестра Ты девушка умная И правильно приняла решение Ну что, Оксана Я же для тебя старалась Я думала, что когда Диана откроет дверь своим ключом Ты не растеряешься И у вас уже будет джага-джага Джага-джага? Симона, ты кроме секса о чем-нибудь думаешь? Ты о любви слышала? Да, но дело в том Да не люби друг друга, ты это понимаешь? Понимаю, но ты же понимаешь, что... Ой, ничего ты не понимаешь Ничего ты не понимаешь Значит, ты все специально подстроила Сберла нас костиком и подослала Диану И ты мне ничего не сказала И видела, как я мучаюсь И ничего мне не сказала Симона, какая ты мне после этого подруга? Оксана Ну ты куда? Я... Я к Диане Я должна все рассказать и их помирить Слышишь? Я слышу, но я не понимаю Тебе же самой нравится, Костя Симона, ты никогда этого не поймешь Потому что ты знаешь, кто? Ты джага-джага Привет, Сонечка Слушай, как там дела обстоят с праздником? А? Расскажи Ой, с праздником! Ты не представляешь Все полный ходок Орлова колдует над бумагами Двое носятся туда-сюда, туда-сюда Голова идет кругом Это от Ксения Тот станирует Ой, бедненькая ты моя Слушай, а скажи мне, пожалуйста А программа праздника уже составлена? А, а то Я сама лично сегодня набегала Слушай, а ты не заметила Такой замечательный номер, как Хор воронежских казаков? Конечно, заметила Потому что твоя куша продвигает Стоит третьим номером, как в копотном Слушай, Сонечка А ты не могла бы взять тебе этот номер И куда-нибудь задвинуть? А? 35-м там Или 36-й номером Женя Извини Не могу Орлова же все утвердила Сонечка И подписала Ну блин, Сонечка Ну, ну, можно же что-то сделать Чем тебе так эти казаки-то не... Да блин, всем Всем И прежде всего тем, что я один из них Зачем ты с Оксаной обнимался, если ты Диану любишь? Слушай, Ленечка, ты туда же Не обнимался я с ней Мы с ней танец репетировали Блин Какой же я дурак Знаешь Я сегодня тоже дверь открыл Если бы ты видел, как они друг на друга смотрели Какие были глаза Чьи глаза-то? Чьи-чьи? Вали и этого С вами Ленечка, у тебя У тебя хоть соперник реально есть Так что поздравляю, у тебя есть с кем бороться А мне что делать? Диана в мою сторону теперь даже не посмотрит Знаешь, когда не знаешь, что делать Надо спросить у книги перемен Ленечка, да что толку Никогда не говори так о книге Она услышит и обидится Да? А ты знаешь, на меня все обижаются Знаешь, ты вот, Диана Вот даже книга Так что мне уже Бросай А еще в Индии существуют храмы, на стенах которых нарисована вся Камасутра Прямо в храме? Прямо в храме Это храмы любви, плодородия И вообще в Индии с древних времен существует культ любви Но это же, наверное, не единственный культ в Индии Ты знаешь, духовное совершенствование йогов и отшельников Вот что меня по-настоящему интересует С вами, я так хочу в Индию Мы обязательно поедем в Индию И будем жить в ашраме Валя, ты знаешь, что такое ашрам? Нет, не знаю Нет? Садись, я тебе расскажу Это такое место Люди приезжают туда со всего мира Они беседуют с учителями Медитируют Познают истину Едят растительную пищу И в них просыпаются кундалини Это великая сила, которая пробуждает в человеке необыкновенные способности Я так хочу в Индию Я хочу ваш рам Я хочу кундалини Хочу Камасутру Нет, Камасутру я не хочу Диана, Диана, ну подожди ты, я тебе по всему неверуюсь У меня надо сказать тебе что-то очень важное Ты зря старалась, мне не о чем с тобой разговаривать Да подожди ты Короче, когда нас заперли в общежитии с котиком Это все подстроила Симона Дала тебе ключ, я сама только что об этом узнала Надо же, какая интригующая история Только расскажи ее кому-нибудь другому Диана, да подожди ты, ну не было ничего между нами, ты слышишь? Не было Это Симона подстроила И тебе же она ключ дала, правильно? Допустим, но это ничего не объясняет У меня мало времени, извини, я должна завтра уезжать Куда? Домой Пойдем Куда ты меня дашь? Пойдем, пойдем К Симоне, пусть она тебе сама все объяснит Да пусти до меня, не хочу с тобой Пошли, я сказал, пошли Услышишь меня, пусти Пойдем, я тебе сказал Здесь, под открытым небом Мы можем полнее почувствовать поток энергии жив Давай помедитируем Но здесь, смотри, вот люди ходят Что может помешать тебе, мой учитель И мне Внимать зову Брахмана Я с удовольствием посижу с тобой рядом Валя Ты так красива Постигаешь, Брахман Это внутренняя красота с вами А давай потом помедитируем Давай немножечко с тобой погуляем Разве мы можем терять время, мой учитель? Разве мы можем сворачивать с пути в нирвану? Иногда, иногда можно И куда же мы свернем? Ну, не знаю В кафешку Пойдем Пойдем Пошли Слушай, везет тебе, а Это одна из самых удачных комбинаций Все ваши проблемы вскоре разрешатся Самым счастливым образом Спешите Навстречу своей судьбе Знаешь, спасибо, Ленечек Но только что ты в чудеса Я не верю Знаешь, как Конфуций говорил Вот чудо приходит К тому, кто ждет это чудо Вот твое сердце Готово принять чудо? Не знаю Не уверен А вот мое готово Но только Вали Окончательно разлюбила меня А ты че сидишь? А что мне делать? Че сидишь-то? А что мне делать? Беги Беги Куда? Навстречу чуду своему беги Где Аня? Беги Спеши Сам допусти Ты садись Она мне не верит А я-то тут при чем? Это не моя проблема Ты-то тут при чем? А кто меня нарядил в это вульгарное платье? Ну, я А кто Костика подсунул ко мне в комнату? Я А кто запер нас вместе, включил музыку Сказал, чтоб мы репетировали? Я А кто Диане ключ дал, чтоб она застала нас вместе? Ну, тоже я А кто плакал мне, говорил Я так люблю Костика Я жить без него не могу Кто? Я просто счастья тебе желала Помочь тебе хотела Да что вы такое говорите? Диан, сядь, пожалуйста Я должна тебе сказать что-то очень-очень важное Я должна была давно уже тебе в этом признаться Но пойми меня, мне было сложно Диан, я очень люблю Костика Диан, сядь, пожалуйста Но это ничего не значит Косте никто не нужен, кроме тебя Он действительно тебя очень сильно любит Можешь в этом даже не сомневаться Прости меня И меня заодно Понимаешь, я не рассказала Симоне о своих чувствах А она, ну, в общем В общем, Дианка, Костик перед тобой ни в чем не виноват У нас ничего не было и быть не могло Ну, что ты сидишь? Ну, что ты сидишь? Иди к нему Ну, что ты сидишь? Иди к нему Алло Игорь Негода. Верденно! Вилл, ты сегодня просто какая-то звезда! Спасибо, Женечка. Что это тебя так на комплименты пробило? Чего меня не пробило? Просто я всегда от тобой восхищался. Кстати, я хотел с тобой поговорить. О чем? О неудавшейся карьере телепродюсера? Ну зачем ты так? Я давно бросил телекарьеру ради карьеры шоумена. Что? Ты что, собираешься стать клоуном, что ли? Вовсе нет. Наоборот, я хочу поразить общественность на празднике. На каком празднике? Показать им номер, и я предлагаю тебе поучаствовать в нем. Вау, Женечка, и что же это будет за номер? Давай подумай, ты же натуротворческая, так сказать, креативная. Креативная. Покреативнее некоторых это уж точно. Ну давай, предлагай. Значит так, у меня есть новые туфли, такие, знаешь, розовые, с блестками и с бантиком сбоку. Так, отлично. Так, а у тебя есть что-нибудь такое стильненькое? Ну чтобы ты был настоящий мачо. Так это тебе зачем? Ну как, танцевать будем. Надо придумать, знаешь, что-нибудь такое эротичное. Ну Виол, это же праздник национальной культуры, а не стриптиз-шоу. И что? Национальная культура, между прочим, очень сексуальная, эротичная вещь. Не нужно ни сексуально, ни эротично. Должно быть эффектно. Ты ловишь прямо на лету. Ну, так я все понял. Виол, ты пока займись хореографией, а я пойду подыщу себе стильненький костюмчик. Нет уж, лучше я буду воронежским казаком. Костя! 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 Ну прости меня, Зиба, ты хорошая, добрая, но я же понимаю, что ты ради меня на это все пошла, ну не обижайся на меня, ладно? А я не обижаюсь, в следующий раз умнее буду. Нет, нет, в следующий раз не надо. Знаешь, ты знаешь, я разлюблю Костика, я заставлю себя это сделать, ведь на несчастье другого человека своего счастья не построишь, понимаешь? Не знаю, не пробовала. Что-то у меня голова разболелась. Хоть же ты таблетку дал. Да нет, ты же знаешь, я таблетку не пью, у меня это всего одно лекарство. Подожди. Симка. 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 Семь разаслали. А не беспокойтесь. Да. Хорошо. Ага, до свидания. Дуй, быстро, так быстро, так быстро, быстро! Ой, ой. Вали. Я пришла сказать тебе, что у меня открылся третий глаз. Я тебя поздравляю. Теперь я могу видеть самую суть вещей. Мне открылась истина, Ли Чен. Слушай, Вали, я так рад. Я знал, что ты… Нет, истина состоит в том, что я должна жить исключительно духовной жизнью. Человеческие, плотские страсти не для меня. Подожди, а как же я? Я не знаю. То есть, я хочу сказать… Прости, Ли Чен, но у меня другой путь, у меня другой учитель. Я-то прощаю. Я даже знаю, кто твой учитель. Да, ты прав. Это с вами. Он открыл мне третий глаз. Вали. Валя, ты знаешь, мне кажется, тебе лучше шло, когда у тебя было два глаза. Я понимаю, ты сейчас находишься в плену человеческих страстей. Тобой управляет стихия Земли. Но я с вами. В общем, мы, убежденные пацифисты, считаем, что вражда между продвинутыми людьми недопустима. Давай остаемся друзьями, Ли Чен. Загляни в своё сердце и протяни мне руку. Он заглянул и протянул. Заходи с вами. А теперь протяните друг другу руки, и пусть сам Шива, Вишну и Брахма подарят вам свои улыбки. А теперь нам пора. А мне что делать? Мне было так плохо без тебя, я думал, я умру. Мне тоже было очень плохо без тебя. Я уже хотела домой уехать и думала, что ты меня разлупила. Подожди, что ты такое говоришь? Как ты могла так подумать вообще? Диана, там, кажется, твои братья внизу. Ой, спасибо. Мне надо идти. Послушай, Диана, никуда ты не пойдёшь. В конце концов, мне всё это уже надоело, понятно? Я сейчас пойду и братьям твоим прямо скажу, что, во-первых, мы любим друг друга, а во-вторых, что мне надоело тайком встречаться. Костя, ты обязательно поговоришь с моими братьями. Но только не сейчас, пожалуйста. Опять? Костя, ну пожалуйста, пожалуйста, так будет лучше. Я тебя очень люблю, право в другую. Пока. Пока. Здравствуйте. Привет, Халин. Привет, сестрёнка. Ой, как хорошо, что вы приехали. Что случилось? Ничего, я просто очень рада, что вы приехали. Знаешь, Халил, я тут подумала и передумала. Все-таки диплом очень важен, что не говори. И покупать его, это безнравственно. И дело даже не в преданном, нет. Вот профессор Аборидзе на своих лекциях нам говорит, что сейчас в современном мире все так меняется со скоростью света, в том числе и вековые традиции. Ну и что? Ну и что? Ничего. Просто я подумала, а вдруг мой муж был бы не против, если бы я работала по специальности. Все-таки как-никак двадцать первый век на дворе. Хаджи Мурат, что ты скажешь? А, да-да-да, правильно говорит. Правильно говоришь, сестра. Двадцать первый век на дворе. Нормальный человек не станет жене палки и колёс толять. То есть наоборот. Не нравится мне все это. Лучше, ребята, ну и все это. Но, может быть, я не знаю, ты обновь, Да я надо думать, Ну и все это, я буду делать в гречесле. Любовь, братцы, Любовь, Любовь, Братцы, ЖИТЬ! С нашим атаманом Не приходится тужИТЬ! Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жилье, с нашим атаманом не прийду. Привет. Привет. Я не помешала? Мне показалось, вы репетировали. Нет, что ты. Проходи и располагайся. Вот. Ты знаешь, что репетировать бесполезно, потому что вот этим вот двоим медведь на ухо наступил. Медведь на ухо? Это как? А это у нас так по-русски говорят, когда человек ноту до от сию отличить не может. Слушай, друг Вакуша, может быть, мы все-таки обойдемся без казачьего хора? А? Точно. Я буду делать пародию. Отличные мысли на самого себя. Тебе репетировать ничего не надо. Просто выйдешь на сцену, и все со смеху попадают. Попадают от тебя. Я буду делать пародию на... Горячего? Кубинского, амиго. Кубинский и мачо. Очень горячий мужчина. Ты меня разогреешь? Не вопрос. Но у настоящих камрадос усы и борода. Не страшно. Отращу или наклею. Ага. Пойдем репетировать, да? Ага. Пойдем. Пойдем. Пока. Люба-бразильная. А-а-а. Как? Вот так вот. А какие они, ваши камрады? Что любят? Чем увлекаются? Может быть, марки собирают или этикетки от спичечных коробков. Ну, я хочу знать, чтобы в образ побольше вжиться. Наши мучачес пьют коктейли Куба-Любра, ром, любят красивых женщин и трясут своими маракасами. Чем трясутся? Неважно. Настоящие мучачес любят 365 женщин в год. А у вас все на Кубе такие женщины красивые? А у вас все в России мужчины такие болтливые? Ну, я же для дела спрашиваю. Для дела? Лучше бы ты ром купил. А, да, точно, ром. Конечно, ром. Ром. Симон, ты иди, а я мигом. Ром. Давай. Амар, Амар, бежим в твой магазин. Мне срочно ром нужен. Какой ром? Ты что? Поздно, уже магазин закрыли. Поздно, вечер. Мне очень нужен, понимаешь? Симона говорит, что кубинские мужчины любят ром. Слушай, может быть, кубинские мужчины не отказываются от пива, а? Вот последнюю бутылку, возьми. Нет, от чистого сердца, бери бери. Кива не катит. Ну, не катит, извините тогда. Вы поймите, мне очень нужно. Ну, поймите, мне нужно почувствовать себя кубинцем. Мне нужно вжиться в их шкуру. А для этого ром по-любому нужен. Ну, рома у меня, извини, нет. Но есть коньяк. Держал для особого... Ай. Для особого случая держал. Держи. Коньяк. Ай. Давай коньяк. Спасибо, Жек. Ты, ты, ты настоящий чел. Только с отдачей. Женя, я тебе три бутылки куплю. Четыре, пять. Я тебе ящик поставлю за такое дело, Жека. Я тебе, ты, ты, ты. Я тебе ящик поставлю. Я тебе ящик поставлю. Я тебе хочу. Ты, 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 ты. Вот коньяк. Рома, не было коньяк. Ну так пей скорее и прыгай ко мне. Я Оксану проводила всего на полчаса. Так что репетировать придется быстро. Ага, я щас, мне быстро, мне только пять грамм для, для храбрости. Ну все, придется на сухую. Чаба Шива Шанкара Бум. Постарайтесь увидеть входящий в вас поток праны. Кстати, о пране. Ленечка, скоро каникулы? Хочешь поехать с нами? В Ашрам. С вами. Можно, Ленечка, поедет с нами, а? А я не против. Ты только представь себе, Ленечка, мы все втроем, взявшись за руки, будем ходить по горящему углю, побитым стеклам, мы будем глотать огонь, будем лепить браслеты и бусы из коровьего навоза. Только представь себе, Ленечка, как это романтично. Наверное. Я, у меня другие планы. Я по маме соскучился. Да. И выезжайте, а за меня не переживайте. Симона, ты удивительная. Это, это невероятно. Что невероятно? То, что очевидно. Мне тоже было хорошо. Слушай, а у тебя до меня была молотка? Ты у меня первая. Первая девушка с темным цветом кожи. Причем здесь цвет кожи? Ты моя первая женщина. Симона. Да ладно. Нет, ну то есть, конечно, у меня до тебя были такие ребята. Но тебя, если честно, я не ожидала. А что тут удивительного? Я просто ждал настоящих чувств, я ждал любви. Мне не хотелось заниматься этим просто так, как многие. Я увидел тебя, понял, что дождался, понял, кого я ждал. Симона, ты и есть моя любовь. Слушай, сейчас же Оксанка придет, время-то уже. Симон, а как ты ко мне относишься? Очень, очень хорошо отношусь, Вов. Очень, только собираться надо. Давай, сейчас Оксана придет. Ну, пробил, так пробил. Сейчас пробил, патриоты. Ну, наконец-то. Ну, что, всем разослал? Один человек остался. Ну вот, опять деньги на телефоне кончились. Как деньги кончились? Я же тебе давал вчера. Надо было на телефон класть, а не ныкать. На пиво. На, держи. Да одно смс осталось-то, одно. Ну, патриоты-то, патриоты-то, один хрен. Как деньги за сумму разу-патриоты? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. КОНЕЦ А почему все так боятся этих людей? Это же Джайна, индийская каста, самая мирная. Они никого не обидят. Это совсем не мирная каста с вами. Эти люди хотят посеять вражду. Прекратите, что вы делаете? Эй, ну-ка, отойдите от моей машины! Не трогайте! Ну-ка, спрыгнете с нее! Упокойтесь, задумайтесь! Подождите вы, ну-ка, стоп! Стоп, это моя машина! Не трогайте ее! Ребята, ну что вы, звери, что ли? Что вы делаете? Не слежите, что ли? Я на вас в суд подам! А ну-ка, слезьте! Слезьте, я сказал! Я кому говорю! Подождите, держитесь! Держитесь за руку! Прекратите, женой! Осторожно! Осторожно! Держитесь за меня! Ой! Алло, скорая! Здесь человека с удалением! Здесь дамка у вуза! Держитесь за руку! Да держитесь! Осторожно! Держитесь! Ой, смотри! Еще один джайант здесь! Эй! 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 У тебя болит что-то, да? Да, а что там? Что у тебя болит? Все! Давай, давай! Обуприся в мое плечо и пойдем потихонечку! Только не делай резкие движения! Пошли, пошли, пошли! Давай, давай! Ой, мамочки, мне больно! Давай, давай! Терпи! Давай, давай, парень! Вот так потихонечку, полигонечку! Ой, похоже, тебе надо отдохнуть! Надо отдохнуть! Здравствуйте! Гусев Павел Ильич в какой палате лежит? Пятый! Спасибо! Но к нему нельзя! Если вы не близкая родственница, навещать больных можно только в строго определенные часы! Я близкая! Кем приходимся больному? Я жена! Жена? Тогда ладно, пойдемте, я вам халат выдам! Туда! Надо иглоукалывание попробовать! Вначале нужно энергию по организму правильно распределить! Да дайте вы человеку поспать, а! Сон – это лучшее лекарство! Доброе утро! Пить! Сейчас, Павел Ильич! Пить! Сейчас, Павел Ильич! Я не знаю, что я ваша жена! Так что, если что, вы меня уж не выдавайте! Не выдам! Ложитесь, пожалуйста! Вам, наверное, вставать нельзя! Как я оказался здесь, в больнице? Вы потеряли сознание! Пришлось вам скорую помощь вызвать! Я хотела с вами поехать, но меня не пустили! Чего же вы растерялись? Сказали бы, что жена! Пока!